Здравствуйте! Меня зовут Тону Яна Васильевна, учитель истории и гражданского воспитания из Теоретического лицея Академика Константина Сибирского. Тема нашего сегодняшнего урока – человеческое разнообразие как укрепление генофонда на планете. Сегодня на уроке мы с вами рассмотрим, что такое биоразнообразие, рассмотрим с вами человеческое разнообразие, что такое генофонд, а также факторы, влияющие на гены человека. Биоразнообразие – это основное условие развития жизни человека на Земле. Человек оказывает решающее влияние на флору и фауну, но без флоры и фауны жизнь человека на Земле невозможна. Предлагаю вам к просмотру данный видеоролик. Биоразнообразие – это разнообразие развития жизни человека на Земле. Флора и фауна. Флора Флора Рассмотрим с вами более подробно человеческое разнообразие. Человеческое разнообразие – это совокупность всех рас, наций и этносов на Земле. Человеческие расы. Человеческие расы – это большие группы людей, которые отличаются некоторыми физическими признаками. Такими, например, как черты лица, цвет кожи, глаз, волос, формы волос. На сегодняшний день ученые выделяют несколько десятков разновидностей рас. Самыми распространенными расами являются монголоидная, негроидная и европеоидная. Мы с вами относимся к европеоидной расе. Этносы – это исторически сложившаяся совокупность людей, которые объединены общими субъективными признаками, в которые включают происхождение, единый язык, культуру, хозяйство, территорию проживания, самопознание, внешний вид, склад ума и многое другое. Нация – это политическое сообщество людей, осознавшее свое единство и претендующее на всю полноту власти на своей обозначенной территории. Генофонд. Генофонд представляет собой совокупность генов общей популяции вида Homo sapiens. Она, в свою очередь, включает примерно 7,4 миллиарда представителей, которые подразделяются, в свою очередь, на расы, нации и этносы. Впервые термин был предложен русским генетикам Себряковским в 1928 году. Жизнедеятельность человека вносит изменения в качество среды обитания, причем большинство изменений носит негативный характер и приводит к сокращению продолжительности жизни и росту уровня заболеваний. Как бы то ни было, ученые говорят о постепенном изменении генофонда на планете. Формирование генофонда человека шло на протяжении длительной эволюции, а его результатом стало приспособление человеческих популяций к сложившихся природным условиям. Гены в данном контексте достаточно представить как молекулярные единицы наследственности. Многие наши гены дошли до нас через миллиарды лет от древнейших этапов развития жизни человека. От каждого из родителей человек получает по одному набору генов, а в совокупности образуется его генотип. Предлагаю вам рассмотреть основные факторы, которые влияют на гены человека. Их можно подразделить на позитивные и негативные. К позитивным мы можем отнести глобализацию, смешивание рас, отказ от политики, превосходство наций, отказ стран от изоляции. К негативным факторам мы можем отнести климатические изменения, техногенные катастрофы, загрязнение окружающей среды. Предлагаю вам к просмотру интересный социальный видеоролик «Путешествие по следам ДНК». А что вы скажете на предложение отправиться в путешествие по следам вашей ДНК? Вы меня заинтриговали. А что вы мне можете сказать такого, чего я еще не знаю? А вы знаете, как устроена ДНК? Вы берете половину от мамы, половину от папы, по 50% от каждого. А они взяли по 50% от своих родителей. И так далее, и тому подобное. И таким образом до вас добрались крупицы ваших предков. Не могли бы вы плюнуть в эту пробирку? Ваша история в этой пробирке. Что же она мне расскажет? Что-то вроде «Ну да, вы француженка». И постойте, и ваша бабушка с дедушкой французы. И еще. Бангладешец на 100%. Иракетс, без сомнения. Я кубинец. Она расскажет вам, что я англичанин. Как я вам и сказал. Джей, можешь спуститься и сесть с нами? Я, признаться, немного взволнован. Итак, вы готовы узнать ваши результаты? Вы не могли бы прочесть их нам вслух? Ну и ну, только посмотрите на меня. О, господи. Черт, вот уж не ожидала. Все они. Вау. Нет. Нет. Кавказ? Который был турецкий? Да. Восточная Европа, Испания, Португалия, Италия, Греция. Я на 32% британка? Что? Великобритания 30%. 5% Германия. Я ирландка? Да. Так что я еврей-мусульманин. Великобритания 11%. Вы уверены, что это мои результаты? Восточная Европа? Серьезно? Исландия теперь точно приблизилась к Европе. Я больше скажу, этот тест вообще должен быть обязательным. Тогда бы не было в мире экстремизма, если бы люди знали о своих корнях. Кто бы был настолько глуп, чтобы поверить в существование чистой расы? По сути, мы все в широком смысле – двоюродные братья и сёстры. Я Джей отовсюду, если верить этому. Я настоящий человек мира. Это прекрасно, спасибо вам. А вам бы хотелось отправиться во все эти места? Да, 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 ещё бы. О, да. Озвучено Диафильм Студио Для закрепления изученного материала на уроке я вам предлагаю выполнить два задания. Первое. Изучите дополнительные источники и обсудите в онлайн-беседе с одноклассниками вопрос. Генная инженерия – это будущее или конец человечества? И второе задание. На досуге предлагаю вам прочитать книгу из художественной литературы Дэн Браун «Происхождение». Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова